В этом году исполняется 10 лет, как я вернулся к истокам. Истоки, правда, начались раньше, в 1983 году, когда мы втроем из нашей школы пошли заниматься к Цыганову. И мы пришли в школу авиамоделирования. Именно тогда у драйвера был изумительный радиомассолет на Новотропе. Это первая, ну, по крайней мере, тогда советская радиоуправляемая аппаратура. Были и германские сигналы. И вот на них мы и развернулись. Мы были первыми, кто смог построить собственные модели самолетов на радиоуправлении. Потому что нам, ну, мне, по крайней мере, купили ЦС-Камп. А Виталику Коркину и Костику Ершову Марс. Движки стоили бешеных денег. Но почему-то не заводились. Марс я себе тоже купил. Но к моменту окончания мы сменили место. Ну, нас сначала выпинули из того, что теперь является налоговой инспекцией Ленинского района, в непонятной дебри, а это Энгельса. И было бы круто добраться по асфальту. Но тогда Ленина заканчивалась на советской армии. И мы ходили не по-детски. А вот затем я познакомился с Игорем Маркевичем. И теперь про дату. Это произошло 30 лет назад. История этого года, как и история моей любви к авиации, связана с Маркевичем. Вы не представляете, что это было. Это был идеальный аэроклуб. Где он? Где он, я вас спрашиваю? У нас украли авиацию. Не у всех, естественно. Украли поле, украли школу. Но тот, кто хочет летать, может это сделать. Или вы что думаете, что вы сможете стырить то, что нам дано? Не получится. К сожалению, нас заставляют скинуть авиацию путем реального замораживания денег. Потому что это дорого. Хороший планер на радиоуправлении это минимум 15 тысяч рублей. В два раза все прыгнуло. Но можно и сегодня постараться сделать из ваших детей, да и из вас, людей, получающих 25 тысяч долларов в месяц. Давайте определимся как. Ну, пункт первый. Сюда, в наш клуб. Этому человеку исполняется в этом году 40 лет, как он работает с вами. Мы вам дадим возможность полетать и научим, как это делать правильно. Вы затем попрыгаете из самолета. Есть и такая возможность. А можете и полететь сами. И это не здесь. А потом чувак уж в Челябинске. А потом переучиваетесь на пилота. А потом еще 10 лет, полетав на разных машинах, вы будете КВС. То есть командиром воздушного судна. И вот вам те самые 25 тысяч долларов в месяц. Время-то 20 лет. То есть можно в 10, а может и раньше сюда. И в 25-30 лет. И вот вам правило. Ну, что в этом сложного? Результат будет, и это однозначно. К слову о нашей ЕГЭ. Не нравится. Но вопрос-то налицо. Учите английский. И везде, в любом месте, может быть и в Америке, заплатив денег не сильно много, вы можете стать командиром воздушного судна. Там, кстати, уровень зарплат то-другой. И 25 тысяч баксиков, и это мизер. И поэтому там самолетов пруд-пруди в миллионы раз больше нашего. То есть работа есть и для ваших умов. Есть место, и это Маркевич. Теперь вопрос в оконцовке. Для тех, кто смотрит ТВ и интернет. Как вы прекрасно понимаете, не радио, мы едины вообще. Это таймерка. Мы ее запустили, и она ушла в облака. Запустили на поле за кладбищем, и она ушла в сторону севера. То есть Верхнеуральск и Кассирский. Наша вам просьба. Вы ее запустить не сможете. Можно не стараться. Но вернув ее нам, вы получите вознаграждение. Помогите хозяину таймерки. Пожалуйста.